Нынешние европейские политики слишком зависимы от Соединенных Государств Америки и слишком надеются на возможность переложить тяжесть кризиса на чужие плечи. Поэтому они будут продолжать санкции в надежде на то, что, как было в 1997-1998 годах, удастся финансовыми махинациями перевалить всю тяжесть всеобщего кризиса на тех, кто послабее. Поэтому нам надо исходить из того, что санкции против нас отменят только тогда, когда все хозяйство Северной Америки и Западной Европы будет трещать по всем швам. И не гадать, когда это произойдет, а строить полностью самостоятельную экономику. Это не значит, что Российская Федерация должна замкнуться. Нет, это значит, что надо выстраивать новую конфигурацию экономического международного взаимодействия, рассчитанную уже не на односторонние выгоды. Есть у меня несколько публикаций, где я показываю, почему единый рынок, образованный из евразийского экономического сообщества, Китая и Индии, будет, во-первых, полностью самодостаточен в технологическом отношении. То есть, там можно будет разрабатывать сколь угодно сложные вещи и знать, что они на этом рынке окупятся. Во-вторых, он будет полностью самодостаточен в политическом отношении. И, в-третьих, именно в такой конфигурации в нем не будет явного гегемона, способного или хотя бы пытающегося подмять под себя всех остальных. Насколько я могу судить, именно в направлении такой конфигурации рынка движется сейчас российская внешняя политика и надеюсь, что экономический блок правительства когда-нибудь тоже двинется в этом направлении.